Продолжение следует... Вы можете меня слышать везде. Звук есть, да? Сейчас скажите, пожалуйста. Так, 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 так. Вроде бы звук есть везде. Я в первый раз просто выхожу одновременно в Инстаграм и в Фейсбук. Попросили сделать прямой эфир в обоих местах, поэтому с этим связаны некоторые нюансы, настройки. Так, звук есть. Спасибо, Виктор, за обратную связь. Значит, мы наладили в Фейсбуке звук есть, и я теперь продолжаю, вернее, начиная заново, свой вебинар «Введение». Я занимаюсь психотерапией, исследованием ее сущности, ее эффективности, как она работает на протяжении последних 30 лет, наверное. Началось это очень давно, со времен московского транспарционального подпольного. С 80-го года я член подпольного московского транспарционального круга людей, который назывался «Контекст». И мы там собирались по два-три раза в неделю, и в том числе практиковали психотерапию западную, которую изучали по книгам. И вот новая эра началась после перестройки, когда в Россию стали приезжать великие психотерапевты. И я очень живо помню встречу с великим психотерапевтом Карлом Роджерсом в МГУ. Роджерс – великий гуманистический психолог, основатель клиент-центрированной психотерапии. И он давал мастер-класс в МГУ, работал с молодым человеком, не очень хорошо говорящим, через переводчика. И это было начало довольно достаточно скучное. И через некоторое время я вдруг заметил, что Гул в зале исчез, и все замерли. Роджерс вроде бы внешне ничего не делал, но, боже мой, как он слушал. И вот это внимательное слушание, как зараза, захватило меня, захватило моих соседей, захватило весь зал, захватило молодого человека. Он тоже стал слушать себя, и вдруг неожиданно ярко заговорил, быстро добрался до корней своих проблем. И в течение короткого времени все как вспышка разрешилось, мы были поражены. Мало кто что понял, я тоже понял все гораздо позднее, вот эту великую силу внимания. Роджерс формально называет это эмпатией, в чувствовании. Но сейчас я хорошо понимаю, что дело, конечно, в поразительной присутствии и осознанности, которая помогла клиенту тоже осознать свои проблемы. И вот так я начал встречаться с великими мастерами психотерапии, и это постепенно помогло мне все глубже и глубже понимать, как работает психотерапия, и как быть психотерапевтом для самого себя. Следующая очень важная для меня встреча произошла в Великобритании, в Финдхорн комьюнити, это крупнейшая духовная коммуна Европы в Великобритании. Там была конференция «Sike and Soul», на которую приехала Анна Симкин, прямая ученица Фрица Перлса. И она проводила мастер-класс по гештальту. Я был поражен ее работой и напросился на ланч с ней. И в ходе беседы я пытался опять выпытать у нее секреты великого психотерапевта, секреты гештальта. Она слушала меня с улыбкой. И на мой вопрос, что такое хороший психотерапевт, сказала, хороший психотерапевт – это старая еврейская бабушка. Я, честно говоря, тогда не очень понял смысл того, что говорила Анна Симкин. Конечно, она сама была старой еврейской бабушкой с крючковатым носом, с авиным носом, копной черных волос, с проседью. И много позже я понял, что она говорила вот о той особой человеческой, дружественной связи, теплой связи между психотерапевтом и клиентом, которая на невербальном уровне поддерживает клиента в его глубинной работе по самоисцелению. В Москве я встретился с Джейн Рейнвотер. Она мастер работы в разных видах психотерапии. Ну, я конкретно проходил у нее семинары по работе с субличностями. И в то же время, в конце 80-х годов, в начале 90-х в России была опубликована ее книга с названием «Сам себе психотерапевт». Еще один очень важным ключом к пониманию, как быть психотерапевтом для самого себя, было знакомство с работами Юджина Гендлин, великого гуманистического психолога экзистенциально-финологической ориентации. Юджин Гендлин проделал многолетние исследования об эффективности психотерапии. Ну, в первом приближении успех психотерапии зависит от психотерапевта. Психотерапевта, ну, скажем, Грофф, Рейд, Юнг, основатели школ, более, наверное, великие психотерапевты, чем, возможно, их ученики. Также успех психотерапии, согласно распространенным мнениям, зависит от школы. Ну, некоторые считают, что гештальт эффективнее всего, некоторые говорят, что транзакционный анализ, другие говорят, нет, конечно же, телесная психотерапия. Особенно тонатотерапия, Баскакова, самый успешный вид психотерапии. Многие люди получили колоссальный психотерапевтический эффект от голотропного дыхания или от других видов транспорциональной психотерапии. В России сейчас набирает популярность процессуальная работа и процессуально ориентированная психотерапия считается одной из самых лучших, самых эффективных. То есть здесь очень много разных точек зрения, которые подкреплены большим количеством случаев. Также успех психотерапии может зависеть от количества сессий. Ну, логично. Также успех психотерапии может каким-то образом зависеть от клиента. Юджин Гендлин проверил все эти предположения и обнаружил, что эффективность психотерапии не зависит в первом приближении от личности психотерапевта. Удивительно, но факт. Эффективность психотерапии в первом приближении не зависит от вида психотерапии. То есть и гештальт, и транспорциональная психотерапия, и процессуальная работа может быть одинаково успешной или одинаково неуспешной. Эффективность психотерапии в первом приближении не зависит даже от количества сессий. Одной сессии может более чем достаточно, и 20 сессий мало. И как обнаружилось, эффективность психотерапии в наибольшей степени зависит от самого клиента. То есть есть успешные клиенты, а есть не очень успешные. Когда Юджин Гендлин стал разбираться с тем, вот какие клиенты самые успешные, он обнаружил, что самые успешные клиенты – это те, которые имеют хороший контакт с собой. То есть они чувствуют себя. Они воспринимают свои эмоции. Они воспринимают хорошо в контакт с своими мыслями, со своим телом, со своей энергией. Они близки с собой. И если это есть, то какой бы ни был психотерапевт, какой бы ни был вид психотерапии, все это хорошо работает. И вдохновленный этими результатами Юджин Гендлин разработал новый метод помощи людям, который он даже назвал не психотерапией, а просто вот помощью, фокусировка. Кстати, эта книга переведена на русский язык в библиотеке, которая издана в издательстве класса Леонидом Марковичем Кролем. Замечательная книга, и там описаны как раз исследования Юджина Гендлина. И тогда Юджин Гендлин пришел к выводу, что большинство психотерапевтов на самом деле не ведают, что творят, заняты не своим делом, в большей степени вредят, чем помогают. И на самом деле наилучший способ помочь клиенту – это помочь им войти в контакт с самим собой. Он разработал шестишаговый метод, который назвал фокусировкой помощи, и тогда все происходит как по волшебству. Это тоже очень сильно вдохновило меня. Ну и, конечно, личная встреча с великими психотерапевтами, такими как Джим Буджентал, такими как Ролла Мэй, такими как Станислав Гроф, конечно же, такими как Арнольд Эмиминдел, когда я в первый раз встретился с ними в институте СЛН в 1990 году. Ну, я был просто потрясен тем, как они работают. И я открыл для себя, что психотерапия намного больше, чем совокупность знаний о душе человека и каких-то практик, связанных с конкретной школой. Психотерапия может быть импровизацией, может быть театром, может быть музыкой, может быть драмой, может быть спонтанным действием, может быть духовной практикой. И на семинаре ВСЛН Менделлы за два дня все это показали. И мои границы раздвинулись необычайно. И я стал спрашивать себя, а чем же была психотерапия до психотерапии? Как известно, современная психотерапия, ну, в современном виде, как мы ее знаем, была основана Фрейдом и его учителем Брайером. В конце XIX века они работали в основном с историческими женщинами в Вене и опубликовали книжку «Лечение истерии». А затем Фрейд написал книжку «Толкование сновидений», то есть первое развернутое фундаментальное изложение того, что стало известно как психоанализ. И все дальнейшие школы психотерапии развивались как отпочкование от изначального психоанализа. Фрейд вышвырнул Вильгельма Райха, возникла школа телесно-ориентированной психотерапии, он вышвырнул Карла Густава Юнга, возникла другая школа аналитической психологии, ну и так далее. И на сегодня мы имеем несколько десятков самых известных из сотни школ психотерапии. Но что было до этого? Как до этого тысячи лет человеческой истории люди решали свои проблемы, заботились о душе? Я спрашивал себя, спрашивал, спрашивал, постепенно ко мне стали приходить ответы. Я стал их записывать и даже публиковать. То есть первую статью из этой серии «Психотерапевтическая машина времени» я публиковал в журнале «Человек» в 1994 году, то есть 25 лет назад формально. Вот с тех пор я стал писать главы, как я помнил, будущие книги. Изначальная психотерапия, древние практики заботы о душе. И вот постепенно я нашел 12 древних практик заботы о душе, которые лежат в основе любой современной психотерапии и которыми пользовались люди на протяжении всей своей истории. И радикальное отличие 12 древних практик о душе от всех современных школ психотерапии состоит, во-первых, в том, что современная школа психотерапии имеет создателя. Вот это школа Гроуфа, вот это школа Юнга, вот это школа Фритца Перлза и так далее. А древние практики заботы о душе возникали в разных местах Земли, в разное время, передавались из поколения в поколение, они не имели своего автора. И единственная причина, по которой они передавались и развивались, состояла в том, что они работают, они помогают, они успешны. Они не служили тому, чтобы кто-то зарабатывал на них деньги, какая-то школа, подтверждать значимость какого-то известного человека, лидера или известных мастеров. И я стал изучать эти практики, применять свои собственные жизни, пользоваться ими. Затем я стал применять их в работе с клиентами, и вдруг я обнаружил, что, по крайней мере, в моем случае, они работают гораздо лучше, чем те замечательные практики, которые я изучал. Гештальт, различные методы транспарсональной психотерапии, процессуальная работа. Оказалось, что в моем случае методы изначальной психотерапии работают лучше. И я стал делиться этим на семинарах, и мои студенты попросили меня более систематично делиться этими знаниями и постепенно я разработал большие программы, в которых я передавал 12 практик заботы о душе и о том, как мы можем применять их в повседневной жизни. В том числе квитэссенция этих знаний образует ядро того, что я называю сам себе психотерапевт. Эти древние практики у нас в крови. Они – неотъемлемая часть мировой общечеловеческой культуры. Это живая человеческая традиция. Это глубинная структура нашей души, нашего сознания и подсознания. Пользоваться этими практиками, пробудить их гораздо проще, чем мы думаем. Изучить их намного проще, чем любые практики, связанные с современными известными школами психотерапии. И они эффективны, они работают. Самое главное – применять их правильно и современно. То есть применительно к конкретному человеку и конкретной ситуации. Вы можете познакомиться с моим введением в эти темы в нескольких статьях, которые уже опубликованы. Книга должна будет опубликована в этом году. Я вот все не берусь ее окончательно выпустить. Мне кажется, она недостаточно совершенно. Чего-то, мне кажется, не хватает, может быть, какого-то практического материала для того, чтобы можно было более просто ей пользоваться. Может быть, слишком много теории. У меня опубликована статья «Изначальная психотерапия. Древние практики заботы о душе». Вам достаточно в любом поисковике набрать русскими буквами «Майков». «Изначальная психотерапия». И первая ссылка будет ссылка на эту статью, где описаны 12 методов изначальной психотерапии. Я уже говорил, и в этом нет, собственно говоря, ничего такого особенного, в том, что, конечно же, древнейшие практики заботы о душе возникли, естественно, в древнейшее время. Которая, извините, которая связана с шаманизмом. И, конечно же, шаманы были первыми психотерапевтами, первыми учеными, первыми жрецами. То есть во многом они были первыми. Они обладали синкретичным знанием мира. И, конечно же, наиболее глубоким знанием того, как лечить душу. Я работал очень много с шаманами с разных континентов, с американскими, с североамериканскими шаманами, с южноамериканскими шаманами, с перуанскими, с мексиканскими шаманами в основном. Я работал со многими сибирскими шаманами, якутскими шаманами, туинскими шаманами, калмыцкими шаманами, бурятскими шаманами. Сам проходил через многие шаманские целительные церемонии. И постепенно, 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 постепенно я стал понимать, Как работают шаманы и почему шаманские ритуалы помогают нам исцеляться? Я понял, что в своей основе шаманская психотерапия – это восстановление изначальной связи человека с миром природы, с ручьями, с воздухом, с чистотой мира. И в этом смысле общение с лесом, общение с травою, выезд на дачу, лыжная прогулка может быть естественным видом шаманской психотерапии. Нам хорошо после этого. Мы, может быть, до конца не понимаем, почему хорошо, но нам хорошо, и это очевидно. И шаманы, собственно говоря, и восстанавливали, всегда и продолжают восстанавливать изначальную связь человека с миром. Нам, людям, которые живут в основном в городах, в квартирах, в каменных джунглях, это особенно нужно, для нас это особенно актуально. Другое измерение шаманской психотерапии связано с бубном и частота удара в шаманский бубен. Сейчас я на секундочку достану шаманский бубен, чтобы вам было понятно. Одну секундочку, я здесь, я в эфире. Да, вот мой шаманский бубен, сделанный из хорошей кожи. Вот примерно так вот звучание. Это от 140 до 180 ударов в секунду. И, как показали исследования, была даже зачтена диссертация в Институте транспарсональной психологии в Калифорнии, это соответствует биению сердца младенца в утробе матери. То есть, когда мы слышим вот такого рода вот звук, мы, ну, как говорят, возникает якорь. Какая-то часть из нас виртуально, можно сказать, попадает обратно в материнскую тропу, в исходную точку нашей жизни в этом воплощении. И это станет целительным. Кстати, подобный же эффект используется в музыкальной терапии Альфреда Томатиса. То есть, там слушатели получают утробную музыку, то есть музыку, преобразованную таким образом, и также голоса преобразованы таким образом, как если бы мы слышали их из утроба. И это обладает удивительным целительным эффектом. Такого рода преобразованная музыка и речь. Кстати, однажды, много-много лет назад, к Альфреду Томатису в Париже пришел молодой человек, студент театрального института, заикающий до конца, не способный досказать ни одну фразу. Он прошел курс лечения вот с материнским голосом, преобразованным в утробный звук. И мы сейчас его все знаем, как Жерар Депардье. Метод работает. И по сути это тоже вот в основе лежит шаманская или утробная психотерапия. Вот как работает Бубин. И, ну, как известно, мы живем в эру рок-н-ролла и рока. И роковая музыка, она основана на ритмах. И когда мы танцуем, транс-данс, когда мы...